На Московскую улицу в свой дом Ульянова переехали в 1878 году. Именно отсюда Владимир Ульянов пошел в первый класс гимназии. Здесь жили его друзья и знакомые. Ульянов переехали в другую часть нашего города. Это улица Московская. Ее называют одной из трех лучших и старинных улиц нашего города. Именно Московская улица Ульянова после долгих скитаний и приобрели свой дом, в котором прожили 8 лет, где и прошли гимназические годы Владимира Ильича. И здесь, в этой экспозиции, представлены прежде всего те здания, мимо которых Владимир Ульянов проходил. В те времена дом Кончаровых был двухэтажным из белого кирпича. Мимо него каждый день проходил Владимир Ульянов, направляясь в гимназию. Ульяновы не только зачитывались произведениями великого романиста, но и с членами семьи Ивана Александровича пересекались их жизненные пути. Ведь Илья Николаевич был очень дружен с братом писателя Николаем Гончаровым, который входил в комитет Карамзинской публичной общественной библиотеки. Более того, позже одноклассником Александра Ильича становится внук двоюродного брата знаменитого романиста. И с Дмитрием Александровичем, родственником Гончарова, очень хорошо общались с Ульяновой. На улице Ленина, бывшей Московской, находится ещё одно уникальное здание. Сейчас там располагается областной военкомат. В XIX веке этот дом принадлежал известному дворянину Ермолову. Александр Фёдорович сделал огромный вклад в создание Александровской больницы. А его дочь Катюша вышла замуж за прапорщика Языкова. И у них родились три сына. Один из них – Николай Языков, известный поэт. И, конечно же, Ульяновы с большим удовольствием читали стихи Языкова, учили их наизусть. И исполняли песни на слова Языкова «Знаменитый пловец», например. Московская улица после Богоявленской церкви переходила в московский тракт, который упирался в воды реки Свияги. А всего в двух километрах текла матушка Волга. Братья Ульяновы частенько убегали на водные просторы. И мальчишки очень любили совершать кругосветки. На лодке проплывали по одной реке, перетаскивали её и возвращались домой по другой реке. Ну, а на Свияге, конечно, Владимир Ульянов вместе с своими братьями любили плавать. И Дмитрий вспоминал, как всего за три урока Владимир Ильич научил его тогда, ещё мальчугана плавать по реке. А Волга навевала у Владимира Ильича ностальгические чувства. Он, будучи в эмиграции, искренне радовался открытками с видом реки, присланных сестрой. В экспозиции нашего музея представлена картина знаменитого нашего ульяновского художника Лежнина, которая показывает Владимира Ильича в то очень сложное для него время, когда складывался его характер. На высокий берег и великой русской реки Владимир Ульянов пришёл в майский день после казни брата Александра. Раздумье 17-летнего юноши запечатлел художник Иван Васильевич Лежнин. Говорил или не говорил тогда Владимир Ильич широко цитируемые слова о том, что мы пойдём другим путём. Но этот другой путь он определил в 20 веке. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова